Вот так у нас встали розочки. Добавила ромашек. Самые обычные ромашки полевые. Раз в неделю, начиная с весны, мы делаем разнообразные букеты из разных цветов. В инстаграме мы делимся этими видео и все вместе собираем их. Мы решили их собрать в одно видео для тех, кто смотрит нас в ютуб. Сегодня день нового букета. Сейчас пойдем собирать что-нибудь. Может быть розу Виллинс Шекспир? Как вы думаете, а бузина в букетхе стоять будет? Прям интересно, у нее такие огромные цветы. Давайте попробуем. Так, поставила бузину, срезала коротко, потому что на длинных ножках шапочки цветов опускаются вниз некрасиво. Ну и лаванду с розой. Сейчас поставим. Как вам букетик? Ой, классный же, да? Так вот на фоне. Попробуем. С добрым утром! А без букета скучно. Вообще вы все попросили сделать новый букет. Пойдем, наверное, соберем. Раньше айва всегда находилась в тени и яблочки у нее были вот такие зеленые. А сейчас куст вырос и вот солнышко пригревается. Посмотрите, айва начала окрашиваться. Какой цвет у нее. Именно с солнечной стороны. В розарии такие ароматы. Боже мой! Посмотрите, это роза Боттичелли. Она тут уже вовсю цветет. Я ее даже с прошлого года не обрезала. Красавица Кокард. Она вот такая вот медово-желтая. Но вот так вот выгорает бледно. Такой, я не знаю, кремовый цвет молочный. Ой! А бутончики все равно желтые. Красивая очень роза. Кстати, они самоочищающиеся. Видите? Чуть ветер дунул и все лепестки облетели. То есть куст не выглядит неопрятно. А это Чайковского роза. У нее бутон характерный такой. Сейчас покажу. Вот такой. Очень красивый. Вот. И потом распускается. Очень обильно цветет. Все. Лето цветет. Вообще роза считается белой. Но вот у нее внутри как бы светится таким. Не знаю. Ну, не скажу, что желтым. Таким немножко лимонным. О! Солнечко зашло. Вот здесь. Такая вот она. Роза Розрай Дюшатли. Одна из моих любимых. Безумно красивая роза. Высокая. Обильно цветет. И очень красиво с красным кленом сочетается. В кустах цветет Байланда. Посмотрите, вот она ветка. И вот она вся усыпанная, усыпанная цветами. Здесь вот она уже отцвела. И, в общем, вот такими плотными соцветиями она цветет. Цветок не крупный, но очень красивый по форме. В букетах смотрится просто бомбически. Это очень странная роза под названием Акропольс, по-моему. Так вот. У нее цветы похожи, как будто она из бумаги сделанная. Очень милые. Сегодня я остановилась на розе Orange Me Love и Минерва. Очень красивое сочетание. Обожаю эти розы. Сейчас они, увы, вот такие миленькие. Но вообще, конечно, они более крупные. Минерва зацветает таким сливовым, ой, красивым цветом, в общем. И в такой лиловый выгорает. У меня получилась вот такая куча полевых цветов и розы. Сейчас будем собирать. Так, для начала ставим емкость с водой. Ой, у меня там семена. Видите, здесь вот такая красивая плетеная корзинка. Но она внутри полиэтилен. Даже когда дождь идет, в общем, все остается внутри. Так, поставила розы. Вот это, не знаю, что-то такое похожее, которое в букеты ставят. Не помню, как они называются. Но когда оно высыхает, это настоящее перекати-поле у нас по полям катается. Вообще, очень структурная, красивая. Сейчас тоже добавлю. Ну, вот такой букет получился. Вот эта вот трава, блин, не знаю, как она называется. В общем, она как основа встала. Очень крепкая. И держит розы, чтобы они, в общем, даже все остальные цветы, она держит, чтобы они никуда не разваливались. Вот так у нас встали розочки. Добавила ромашек. Самые обычные ромашки полевые. Вот. И добавила, очень похож на дельфиниум, вот такие цветочки. Синий цвет. Так как здесь вот такой лилово-сиреневый, то синий цвет сюда подходит, в принципе, к оранжевому тоже. Вот такой милый букетик у нас получился. Летний, на контрасте. Как вам нравится? Теперь можно дальше работать. Очень люблю сочетать листья хвосты. Ну, то есть разные по фактуре листья, цветы. Вот еще очень классно подходит такая вот спирея. И к фиолетовому, к такому розовому лилейничку. Итак, я собрала спирею. Это будет такое, что-то пушистое такое внутри. Может, у меня есть хвост. Но у меня нет банки, поэтому используем кувшин для воды. Значит, два одинаковых листа я ложу сюда. Это будет как основа фон для цветов. Другого цвета листы я ложу в другую сторону. Так, и один такой полосатый по, как сказать, по диагонали, в общем, на другую сторону. То есть создаю такой треугольник. Отключилось видео. В общем, что я сделала? Я из листьев хвосты выложила как бы фон. Общая масса такая, это флокс метельчатый. И вот у меня остался лилейник. Я сейчас его буду ставить, но буду ставить не в разноброс, а по зонам. То есть у меня будет вот здесь. Вот часть, это как в ландшафтном дизайне. Не должно быть в массе все. Должно быть зонами. Итого, вуаля. Вот такой букетик у нас получился. Видите, у желтого лилейника, у него прослеживается такая линия. И он зонами поставлен. То есть здесь чуть-чуть. И основная масса справа, в верхнем углу. Также в поддержку к желтому у нас листы хвосты. Такие, желто-зеленые. Как красиво сочетается. Вот. И точно такие же полосатые, только в зеленом цвете. Зелено-зеленые. С этой стороны. Кстати, хвосту я продублировала тоже в этот угол. Она, видите, продолжает эту линию. Отсюда, через лилейник, сюда. Ну, как вам сезонные букеты домой? Будем собирать, продолжать. Ставим реакцию. Ну, а посадить красивые многолетние композиции в кашпо поможет наш каталог 150 проектов ландшафтного дизайна. Заказывайте у нас на сайте. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...